Рад приветствовать вас на канале Коинпост. Разработчики Эфириум отложили обновление Константинопол на следующий год, хотя ранее планировали провести его еще в декабре. Такое решение они приняли после того, как при попытке внедрить код Константинопол в тестовую сеть Эфириум столкнулись сразу с целым рядом сложностей. Давайте разберемся, что будет дальше с Эфириум и не убьет ли Виталик Бутерин свое детище ради реализации планов по улучшению криптовалюты. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, а мы начинаем! Давайте рассмотрим, с какими проблемами столкнулись разработчики Эфириум, когда решили провести обновление Константинопол в тестовой сети. Сначала блокчейн оказался замороженным, что скорее всего было проявлением неизвестного бага. Затем хардфорк официально состоялся, но блокчейн не обрабатывал транзакции. Это был самый натуральный саботаж со стороны майнеров, которые просто не обновили свое программное обеспечение и разработчикам пришлось чуть ли не уговаривать. Примечательно здесь то, что Константинопол это промежуточное обновление и после него сеть Эфириум останется на привычном Proof-of-Work майнинге, сократится лишь награда с трех до двух эфиров за найденный блок. Но даже такое положение дел видимо пришлось майнерам не по душе. И в качестве вишенки на торте, по завершению обновления Константинопол в тестовой сети, три клиента платформы лишились возможности достижения консенсуса между собой. То есть вместо одного блокчейна получили три, которые не могут взаимодействовать между собой. В итоге вместо улучшения блокчейна бутерин и компания чуть не убили тестовую сеть, хотя лучше ее чем основной блокчейн Эфириум. А ведь это лишь подготовительная стадия для последующего перехода на протокол КАСПа и Proof-of-Stake майнинг. Возникает логичный вопрос. Может стоит остановиться и поискать другие способы улучшения блокчейна Эфириум, но включать заднюю передачу уже поздно. И вот почему. Еще на стадии создания Эфириум в нем планировалось использование Proof-of-Stake майнинга. Но тогда данный алгоритм был еще очень сырой и разработчики решили сделать блокчейн на проверенном алгоритме Proof-of-Work. А чтобы со временем не работать на нем вечно, в код Эфириум заложена так называемая бомба сложности, которая со временем сделает Proof-of-Work майнинг невозможным. И если ничего не делать, то эта бомба разорвется и остановит всю сеть. На Эфириум давят конкуренты в лице Tron и EOS, которые уже сегодня предлагают более быстрый и дешевый блокчейн. А там еще и кардана на подходе, поэтому надо срочно что-то менять. Эфириум не может полностью положиться на решение второго уровня, как это делают разработчики биткоина, потому что у этих блокчейнов совершенно разное предназначение. Поэтому проблему масштабируемости Эфириум следует решать кардинальным образом. Отдельно отметим, что Proof-of-Work майнеров давно пора приструнить, потому что в последнее время количество пустых блоков в блокчейне Эфириум увеличилось на 600%. В таких блоках нет пользовательских транзакций, то есть они не несут фактической пользы для сети, но зато их можно добыть быстрее и получить вознаграждение в виде монет Эфира. Этими пользуются майнеры, чтобы заработать как можно больше, пока разработчики не снизили награду за блок. Если хотите больше видео по текущим событиям в криптомире, то дайте нам знать с помощью комментариев и лайков под этим роликом, и пора переходить к выводам. Сейчас невозможно спрогнозировать, сколько еще багов придется исправить разработчикам Эфириум, прежде чем в сети будет проведено обновление Константинопол, а вслед за ним и Каспа, потому что еще никто не делал ничего подобного в масштабах настолько популярной криптовалюты. Но хардфорку все же быть, и все, что может измениться, так это его сроки. Что касается майнеров, то они не в состоянии пойти против всего сообщества и отменить переход на Proof of Stake Mining. Однако они гарантированно попытаются повысить свою значимость в экосистеме Эфириум и сделать так, чтобы стать первыми, кто перейдет на новый способ добычи Эфира. Подробности того, что будет дальше с Эфириум, мы обязательно расскажем на нашем канале, поэтому подписывайтесь и включайте оповещение. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал о криптовалютах Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Субтитры сделал DimaTorzok